Продолжение следует... 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 Да ведь это игра в кошки-мышки. В политике все должно быть оговорено с самого начала. Так это же давно всем известно. Нет, мне ничего не известно. Я тебе говорю серьезно, мне ничего не известно. В политике должно быть все оговорено с самого начала. Я бы советовал вам передать вашим друзьям. Мы не станем говорить с ними до тех пор, пока не узнаем, кого они представляют. Их программу, в первую очередь идеологическую. И те планы, которые они намерены осуществить в Германии, заручившись нашей помощью. Но идеологическая программа, понятно, она базируется на антинацизме. Ну да, это первая ступень идеологии. А какой видится будущая Германия вашим друзьям? Куда она будет ориентироваться? Какие лозунги вы предложите немецкому народу? Нет, если вы не можете ответить за ваших друзей, то, может быть, вы скажете вашу точку зрения. Моя точка зрения будет субъективной. Во всяком случае, если вы опасаетесь коммунистической ориентации, вы ошибаетесь. В такой же мере, мне кажется, чудовищная мысль о сохранении, пусть даже в видоизмененной форме, того или иного аппарата подавления германского народа, который существует в Германии сейчас. Хорошо, тогда встречный вопрос. Кто может удержать германский народ в рамках порядка, ну, в случае, если Гитлер уйдет? Люди церкви? Те, кто содержится в концентрационных лагерях? Или реально существующие командиры полицейских частей, решивших порвать с гитлеризмом? Полицейский.